Весь оркестр, сотни стартов, тысячи спортсменов, миллионы зрителей. Одна мечта, одна победа, одни игры. Наступило время ярких побед. Наступило время ярких побед. Многочисленные турниры – это своего рода генеральная репетиция и один из способов подготовить лучших спортсменов, входящих в состав сборной. У нас на дворе европейские игры. И то, что вся республика к этому готовится, равно как и вся Европа. Но в Беларуси особая миссия – то, что мы принимающая сторона. Непосредственно от Беларуси в каждой категории, как и в других видах карате, ребята выступают. Мы нацелены на то, чтобы там плодотворно отработать. Я непосредственно буду там в судейском корпусе. И максимальное количество болельщиков привлекаем. Ну, это как бы о глобальном. То есть, если говорить о локальном, в Гродненской области на данный момент два человека входят в сборную Республики Беларусь. Те, которые представляют интересы области. На данный момент идет на основании чемпионата Беларуси процесс присвоения кандидата мастера спорта Сааку Игореву. На данный момент идет присвоение первой судейской категории Гнатьев Ольги. Ну, это как бы такие вот моменты, которые можно отметить в плане продвижения на данный момент. Стратегически это, конечно, олимпийский рейтинг. Олимпийский рейтинг можно раскручивать на турнирах серии А, молодежных премьер-лигах, премьер-лигах, если ты топовый спортсмен. Ну, вот мы как бы в этой струе работаем. Стабильные высокие результаты Тимура Яндиева и других спортсменов. Не только его личный пропуск на Олимпийские игры. Это достижение всей большой команды и общая победа. Например, это, естественно, мой отец, мой брат. Потому что характер им не занимается, смелости тоже нет. И вообще у нас есть парень с белорусской командой, Исааков Антон. Как бы вообще классный парень и друг. Я на него ориентируюсь, мы друг друга поддерживаем, помогаем. Естественно, конечно, есть с европейского уровня Арага. Он сам с Японии, очень хороший спортсмен. Минус 84 выступает. Для меня это вообще высший уровень, какой может быть. Наступило время ярких побед. На данный момент в сборной республики Индиев Тимур находится. В субботу в абсолютной весовой категории среди мужчин первое место Индиев Тимур занял. Наш спортсмен это очень радует. То, что с очень достойными соперниками боролся и занял первое место. То есть вот два спортсмена, которые среди взрослых от Гродненской области, сборной республики и претендуют на какие-то более высокие выезды. Но есть, конечно, факторы, которые, можно сказать, что надо преодолевать для того, чтобы вот они выше и выше, непосредственно сейчас, в мае месяце неплохо было бы на Турцию съездить, на серию Ай, ну и так далее. Есть ряд турниров, на которые надо откуда-то искать финансы, надо как-то всячески содействовать ребятам, те, которые... То есть мало стать там в нацкоманду войти или там КМС или мастера спорта выполнить. То есть для того, чтобы попасть в Олимпиаду, надо просто колоссально накрутить рейтинг, а для этого как-то нужны определенные финансы. Здесь комбинированность, здесь нельзя, допустим, только рассчитывать на государство или только на свои силы, здесь комбинированная должна быть работа. Это просто, наверное, опыт 20 лет в этом году. 20 лет исполняется моей тренерской, как сказать, карьере, и поэтому, ну вот это 20-летний опыт и взаимодействие с людьми, взаимодействие с организацией, с структурами. «Один в поле не воин» — это про карате. Боевое искусство представляет собой метафорический способ взаимодействия с окружающим миром, целью которого является гармония. Сложно называть цифры людей, которые занимаются каратэ, и уже долгие десятилетия ВКФ, Всемирная Федерация Каратэ, набрав очень большие темпы и получив, вот благодаря им получила каратэ олимпийское признание, именно они структурировали эту работу, вывели ее на серьезный уровень и непосредственно в феврале в Дубае ВКФ я получил международную категорию судейскую, то есть долго тоже шел, тоже порядка 20 лет судейской практики, и вот как бы это было волнительно, это было, то есть как бы приехав туда достаточно взрослым, состоявшимся человеком, и когда ты видишь, что там больше половины там не сдавших, и хотя люди тоже готовятся, колоссальные деньги тратят и прочее, то есть Всемирная Федерация Каратэ это достаточно сильная машина, которая развивается и толкает каратэ вперед, объединяет все стили и направления, то есть если вы услышите, вот там чемпион по какому-то там стилю, это не чемпион по каратэ, это как маленькая такая ступенечка к тому, чтобы стать чемпионом именно по всестилевому, которая именно олимпийская, там где не 2-3-4 человека в категории, а там где 40-100, вот у нас Можер Алексей в Венеции бился буквально недавно на молодежный пример лиги, 116 человек в категории, 116, то есть там для того, чтобы стать первым, это надо обладать не только хорошим техническим, физическим потенциалом, технико-тактическим, но и психика должна быть уже, то есть опыт спортсмена должен быть колоссальный, для этого надо новые методики, для этого надо выезды, для этого надо хорошая поддержка со всех, со всех сторон, то есть для того, чтобы вырасти спортсменов топового уровня, и это, ну как бы, это единицы, это единицы участь тех, которые, ну, соответствуют, то есть это, это не массовка. Наступило время ярких побед. Наступило время ярких побед. Гегемония Японии в каратэ, длившееся долгое время, давно нарушена. Представители разных стран часто оказываются мастеровите и родоначальников этого вида единоборств. Правда, удерживать высокие позиции в медальных зачетах с каждым годом становится все труднее. Если еще лет 10 назад, может быть, была такая ситуация, что приезжали на чемпионаты мира или Европы и говорили, что вот эта страна проходная или вот эта страна топовая, то сейчас вот грани немножко сравнялись. То есть с каждым спортсменом надо воевать, с каждого спортсмена надо преодолевать, потому что нулевых спортсменов сейчас, как правило, нет, ни на европейском, ни на мировом уровне. То есть, ну, фаворитами, как для меня, все равно, как-то по большей мере, и вот там японцы, итальянцы, японцы больше по духу, и они даже вроде бы, может быть, немножко где-то технически корявые, да, но они выходят, воюют и побеждают. То есть так вот, в като однозначно, в кумите по-разному. Ну, итальянцы очень приятно всегда радуют, но у них там многомиллионная там федерация, то есть там, ну, как бы я к ним несколько раз на турниры ездил, и ты видишь, насколько мощная машина, насколько грамотная, все зависит. То есть и много спонсорской поддержки у них, и страна, конечно, такая достаточно, люди экспрессивные такие, а вот южные, они как-то так, ну, больше как бы подвержены, как бы взрыву к скорости вот этому. Победителей в этом виде спорта отвечают сила, характер и доброта. Культура единства духа и тела – наиболее привлекательные качества, выбрав которые еще никто ни разу не проиграл. Родители к радости в первую очередь двигаются по пути традиций, что карате до – это в первую очередь начинка, связанная с воспитанием этикета, внутренних качеств, стержня определенного благодаря тренировкам. То есть в первую очередь карате для родителей – это боевое искусство, а уже ребята в том числе воспринимают его и как спорт, и как медали, баллы, очки, возможности получить, там разряды какие-то кандидаты мастера спорта. Ну и в том числе они участвуют в экзаменах стилевых, где сдают на пояса, тоже вот как бы старший тренер сборной Беларуси принимает, приходит, приезжает ежегодно. То есть как бы это тоже параллельный рост. То есть это вот как, условно говоря, для судьи есть рост его как судья по спорту, первой категории, национальной категории, по линии там, допустим, министерства там получить. И есть судейские лицензии судья Би, судья А, там рефери, бе-рефери. То есть это вот в карате точно так же есть и спортивная система градации, и есть стилевая там вот эти пояса, там Даны тоже вот сам сдавал. В 2015 году, последний раз, вот планирую, может в следующем году сдавать тоже, это тоже собственный рост. В первую очередь для того, чтобы и своим ученикам, и инструкторам своей организации показать, что, ну, есть еще куда расти, потому что, ну, как только остановишься, все это будет, все равно деградация. Никита Наумович без пяти минут кандидат в мастера спорта, по собственному опыту знает, путь к вершинам требует ежедневных усилий. Сейчас вот еду на Кипр, на Европу, 52 страны участников, то есть еду туда, в первую очередь, ради опыта, а потом уже ради медали. История побед гродненских спортсменов – это история про преодоление страха. Страха – поражение. Субтитры предоставил DimaTorzok Наступило время ярких побед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok